На 42-ю сессию Совета депутатов Славянского района было вынесено 36 вопросов. В их числе бюджетные изменения, состояние социально-экономического развития района, вопросы муниципального имущества. Но большая часть из них относилась к отрасли образования. Подробнее о решениях, принятых на заседании парламента муниципалитета в следующем репортаже. На 42-ю сессию районного совета были приглашены депутаты, главы поселений и представители всех заинтересованных служб. Провёл заседание председатель совета Григорий Литовко совместно с главой района Романом Синеговским и межрайонным прокурором Алексеем Долганом. Один из первых вопросов, который заслушали депутаты, касался внесения изменений в решение 29-й сессии от 20 декабря 2017 года о бюджете муниципального образования на 2018 год. Ежегодно в конце декабря представительные органы власти определяют, каковы будут доходная и расходная части районного бюджета на предстоящий год, и по его завершению в решение вносят корректировки согласно сложившейся ситуации. Так, в 2018 году доходная часть районной казны увеличилась относительно планируемых цифр на 22,5 млн. рублей и составила 2,932 млн. рублей. Непосредственное влияние на бюджет оказывает развитие экономики муниципалитета. О выполнении плана социально-экономического развития района за 2017 год и плановый период 2018-2019 годов наложила начальник управления экономики Юлия Афанасьева. В этом секторе наблюдается положительная динамика, перевыполняются планы по объёму отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, увеличились обороты розничной торговли. За счёт вложений в своё развитие компании «Славянск-эко» был перевыполнен план по объёму инвестиций. Как показывает статистика в Славянском районе, занятость населения в первую очередь обеспечивают предприятия, производящие продукцию. Если провести сравнительный анализ распределения численности работающих крупных и средних организаций по видам экономической деятельности, то в Славянском районе на правой стороне слайда 17% занято в образе сельское хозяйство, 13% в обрабатывающих в районах, более 7% в торговле. Если в нашем районе по численности работающих в торговле на четвёртом месте, то в целом по краю эта область заняла первое место, на втором месте в крае, обрабатывающих производством, на третьем транспорте. Индикативный план по численности занято в экономике выполнен на 101%. Показатель регистрируемой безработицы снизился до 0,5% при среднем правилу 0,6%. На 1 октября 2018 года этот показатель снижен на 4%. Согласно исследованиям Министерства экономики региона по итогам социально-экономического развития, наш район занимает первое место в крае. Депутаты приняли отчёт и закрепили за структурными подразделениями администрации района и поселений обязанность ежемесячно проводить мониторинг основных показателей, чтобы не допустить их ухудшения. Большое внимание на этой сессии было уделено отраслеобразования. Начальник управления Алексей Нтищев доложил о том, как район показал себя на курируемых законодательным собранием Кубани в краевых соревнованиях по военно-спортивной игре «Зорница». В решении, вынесенном депутатами по этому вопросу, отмечается, что управление образованием нужно усилить работу по пропаганде этого направления спорта в общеобразовательных учреждениях и привлечь к нему учреждения среднего профессионального образования, чтобы повысить свои результаты на краевом уровне. Кроме этого, на сессии был решён вопрос о присвоении ряду школ района имён героев-земляков. Подготовке этих проектов предшествовала большая работа, отметил Алекс Нтищев. Получено ходатайство административных органов и разрешение родственников в сети. Мы выносим на рассмотрение 25 школ, которым планируем присвоить имена героев. Теперь лицей номер 4 будет носить имена Сергея Малика и Андрея Ливеровского. Школа номер 6 посёлка Совхозного – имя Андрея Доценко. Полный перечень утверждённых имён будет размещен в печатных СМИ и на сайте районной администрации в разделе «Нормативно-правовые акты». Мария Климова, Игорь Иванович, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова